Добрый день! Меня зовут Екатерина и я являюсь технологом компании Экохлеб. В данном видео я подробно расскажу технологию выпекания замороженных хлебобулочных изделий. Ассортимент замороженных полуфабрикатов компании Экохлеб состоит из четырех категорий. Изделия из дрожжевого слоеного теста, изделия из сдобного теста, пироги и хлебобулочные изделия с высокой степенью готовности. В видеоинструкции мы подробно разберем технологию выпекания изделий из каждой категории. Замороженные хлебобулочные изделия хранятся в морозильных камерах при температуре не более минус 18 градусов по Цельсию. Выпечку слоеных дрожжевых изделий рассмотрим на примере кренделя. Выкладываем замороженные полуфабрикаты на лист на расстоянии 4-5 сантиметров. Оставляем изделия для дефростации при температуре 23-25 градусов по Цельсию на 90-120 минут. Оставляем изделия для растойки. Растойка производится при температуре 30-35 градусов по Цельсию в течение 60-70 минут. После достижения полной растойки изделие смазывается глазурью для хлебопечения, меланжем или яйцом, разведенным с водой. Отправляем изделия в печь, предварительно нагретую на 220 градусов по Цельсию. Изделия выпекаются при температуре 200 градусов по Цельсию в течение 14-15 минут. Остывшие изделия сверху посыпаются сахарной пудрой. Время выпекания зависит от веса изделий. Параметры приготовления для каждого вида изделий прописаны в технологических инструкциях. Выпечку замороженных полуфабрикатов из добного теста рассмотрим на примере закрытой пиццы. Выкладываем изделие на лист на расстоянии 7-8 см. Оставляем для дефростации при температуре 23-25 градусов по Цельсию на 90-120 минут. Оставляем изделие для расстойки. Расстойка производится при температуре 30-35 градусов по Цельсию в течение 40-60 минут. После достижения полной расстойки полуфабрикаты смазываются глазурью для хлебопечения, меланжем или яйцом, разведенным с водой. Отправляем изделие в печь, предварительно нагретой на 220 градусов по Цельсию. Выпечка производится при температуре 200 градусов по Цельсию в течение 16-17 минут. Рассмотрим выпечку пирогов. Выкладываем по 2 изделия на лист на расстоянии 4-5 см. Оставляем для дефростации на 5-6 часов при температуре 23-25 градусов по Цельсию. Перед расстойкой важно убедиться в завершении стадии дефростации. Для этого прокалываем изделие шпажкой. Оставляем изделие для расстойки. Расстойка осуществляется при температуре 30-35 градусов по Цельсию в течение 40-60 минут. При достижении полной расстойки полуфабрикаты смазываются глазурью для хлебопечения, меланжем или яйцом, разбавленным с водой. Отправляем изделие в печь, предварительно нагретую на 190 градусов по Цельсию. Изделие выпекается при температуре 165 градусов в течение 30-35 минут. Общие рекомендации по выпечке изделий. Нельзя выкладывать на лист изделия с разными начинками, сытные и сладкие. Нельзя передерживать изделие в расстойке, если вы не уверены в окончании расстойки. Лучше допустить недорастойку. Нельзя открывать дверь печи во время выпекания. Нельзя снимать изделие с листа сразу после выпечки. Изделие должно остыть. Особое внимание стоит уделить полуфабрикатам с высокой степенью готовности. Такие изделия были выпечены на 90%, а после чего были заморожены. Поэтому технологический процесс подготовки изделий к выпеканию исключает расстойку и значительно сокращает время допекания. Выкладываем изделие на листы на расстоянии 4-5 см. Оставляем хлеб для дефростации на 60-90 минут при температуре 23-25 градусов по Цельсию. Выпечка хлеба осуществляется при температуре 200 градусов по Цельсию в течение 6-8 минут. Выпечка мелкоштучных изделий, багетов и булочек осуществляется при температуре 180 градусов по Цельсию в течение 3-5 минут. Полуфабрикаты с высокой степенью готовности – хорошее решение для сегмента хорика. Ведь вы всегда можете предложить своим гостям свежую выпечку с хрустящей корочкой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова